Хорошо. Да, приветствую вас сердечно. Вы наш герой сегодня, потому что вы первые откликнулись на то, что нам нужно зум оплатить, потому что из России не оплатишь, а у нас вебинар 9 числа в 20 часов. Вы первые откликнулись на обращение. А вы живете в Штатах, да? Да, я живу в США, в Монтане. А как погода как там? Ой, снег идет сегодня. И у нас тоже снег, и у нас в Москве. Скажите, пожалуйста, как вы вообще на меня вышли вообще? Вообще я на вас вышла через Алана Мамеева. Да, привет, большое спасибо. Я читаю все его блоги. И когда вы там появились, я посмотрела, и мне это было очень интересно. Очень интересно. Я вообще всю жизнь была как бы увлечена разными упражнениями. Даже я выросла в деревне, в глубиночке. Очень много физической работы. С маленьких лет. Мы уже таскали воду из пруда, чтобы поливать помидоры. Это была наша работа. И в какие-то, может быть, где-то в классе в пятом я занялась. Я очень много читала. Все подряд, на что мои руки положились бы, я читала. У нас была, несмотря ни на то, что была маленькая очень деревня, у нас была очень большая библиотека. Там было все. Как вот для ребенка там, казалось, было все. И одну из книг я прочитала про аутотренинг. Что вы говорите? И я начала этим заниматься. Это, ну, не знаю, где-то в 12 лет, наверное. 12? Мне это очень понравилось. Я, в общем-то, это никогда не забыла. Ну, потом я выросла. Ну, да. Да. Закончила медицинское училище. Я стала фельдшером. Потом я работала тоже в глубинке. У меня было распределение во Владимир. Я туда приехала на пять минут. В то место, где мне работать. И думаю, нет, мне такая жизнь не нужна. И я перераспределилась в деревню тоже, в глубиночку. Там же, там же, в России, в Советском... В России, да, все в России. Это уже было в Александровском районе. Ну, так. Жила, работала. Потом вышла завуж за еврея. Которого были родственники. Которые эмигрировали в США где-то в 70-е годы. Ну, и в какое-то время он хотел уехать. Но у меня голова не очень работала. У нас ребенку было три года. Ну, и уехали. Поехали. Поехали в 89-м году уехали. То есть это еще до распада всего. Ну, вот так. И как вам там понравилось? Ну, это сложно сказать. Погода вам подошла? Погода? Нет, нет. Погода мне не подошла. Потому что мы приехали в Техас. В очень жаркий город Техас. И мы, когда вышли из самолета, я думала, что это какой-то ад. Потому что это было так жарко. И так отчезда сразу стала прилипать. Ну, ко всему привыкаешь. В общем, я жила там где-то, по-моему, пять лет я прожила. Нет, больше. Семь лет в Техасе. И потом с мужем мы развелись где-то через четыре года, когда мы туда приехали. И я поехала в Россию. В это время это уже была Россия. Понятно. И я вообще поехала в Россию с ребенком в гости. И так думала, может быть, я назад приеду. Но я места совсем не узнала. То есть я уехала в 89-м. Приехала в гости в 94-м. И я поняла, что эту страну я уже не знаю. Мне уже казалось, что я Америку больше знаю, чем туда, куда я вернулась. То есть было очень... Все изменялось очень быстро. Все было непонятно. Ну, так я и осталась в Америке. Жила в разных штатах. Аризона мне очень понравилась. Но сейчас я уже в Монтане. Где-то больше... Больше 20-ти лет. Понятно. Аутотренинг не забыли, да? Он помогал вам там вот в этих переездах? Ну, я думаю, что аутотренинг, конечно, помогал. Безусловно. Аутотренинг помогал. Потом я как бы вовлеклась, познакомилась с людьми, которые делали семинары по... Ну, они как бы... Как бы это сказать? Как бы узнать себя. Да. Повзрослеть. Перестать быть ребенком, в общем-то, если все это сделать. Я в это вовлеклась. Быть осознанной, да? Еще раз скажите. Быть осознанной, да? То есть быть ребенком, быть осознанной. Ну, у нас говорят сознательной. Ну, вот занималась. Как-то я с этими людьми подружилась. Мне это все понравилось. Основная группа была в Аризоне, и я переехала в Аризону. И жила в Аризоне какое-то время. Потом эта группа оказалась не совсем... Все было не так просто. За этой группой была еще группа. А за этой группой был гуру. То есть я, в общем, вляпалась в дело, в которое сначала я ничего не понимала. Но потом... Очень интересно, да. Да, потом. То есть жизнь была очень разнообразной пока. Ну, и в какое-то время я стала заниматься йогой. Стал учиться преподавать. То есть я преподаватель йоги Айенгара. Где-то уже с 205 года. А там какие отличительные признаки от хатха-йоги, раджа-йоги, сихаса-йоги и так далее? Там какие? Ну, йога Айенгара, это много очень в России йоги Айенгара. Айенгара – это хатха-йога. В основном это человек, который начал эту йогу, он придумал все пособия к йоге. Вот эти все даже блоки, веревочки. Все это его идея. Это все пришло от него. Но это очень популярно сейчас в России. Я не знаю, насколько популярно, но я знаю, что там очень много Айенгара-йоги преподается. То есть это все про детали. Очень много внимания уделяется деталям. Как делать позу. Как ее… Как дышать, как там встать, как там скручиваться. Да. И как, если, допустим, мы же не все одинаковые. Кто-то может достать до пола, кто-то не может. И в этой йоге у них на все есть как бы свои… Извините, я не очень часто говорю по-русски. Я думаю, по-английски перевожу. Поэтому, наверное, получается не очень… Значит, они употребляют разные приемы для того, чтобы, несмотря ни на то, что если кто-то очень не может гнуться, чтобы они все равно сделали самую лучшую для них позу, чтобы все было правильно, чтобы все было… Плечи правильно, все правильно. И мы используем стулья, мы используем всякие… Как бы, они их называют кирпичи, ремни и так далее. То есть людям помогают. У меня даже были начинающие студенты, которым было 86 лет. Понятно. То есть вы детально подбираете более комфортные такие вот положения в рамках заданного упражнения, да? Да. В рамках заданной позиции. Да. Асаны они их называют. Как бы асана. То есть это поза, которую мы берем и которую держим. И в этой хатхи-йоге они держат позу, когда начинают они ее учить, они начинают… Они держат ее не очень долго, а потом мы держим ее дольше. То есть чем мы становимся сильнее, мы начинаем держать дольше, где-нибудь даже до минуты. Но это обязательно, чтобы поза… Верносливость тренируется или что? Вот основная идея в чем? Чтобы подобрать в рамках заданной позы, например, подмассана, обычно классическая поза, подмассана, так? Подмассана, да. Да, подмассана. Да. И вот, допустим, у человека болит спина, и он не может прямо сидеть, а вы ему подбираете именно положение какое, да? Да. Да, мы подушечки, насколько ему надо быть выше от пола, у всех это по-разному. На самом деле очень мало людей могут сделать замечательную подмассану, сидя на полу. Это очень исключительные люди. Ну да, особенно если это инвалид, может быть, или пожилой человек, да? Да. Или у кого-то что-то болит, и вы ему как-то так регулируете, и в конечном счете он адаптируется, и уже может дольше сидеть в этой позе, да? Да. И главная идея, пока не выучили позу, держать ее долго не надо. Это нужно немножко, немножко подержать, и пошли. Немножко подержать, и пошли. Потому что неправильную позу держать, это самое плохое, что мы можем делать в йоге. Конечно, насилие на себя. А скажите, пожалуйста, что вам в ключе понравилось? Ага. Да. Ну я совершенно начинающий человек в ключе. Совершенно начинающий. Я хочу сказать, я еще когда-то, перед тем, как я заинтересовалась йогой, я один раз так получилось, что у меня на работе, я в физиотерапии работала какое-то время, и доктор был очень увлечен тай-чи. И там было столько в Рома времени на работе, и я так влюбилась в тай-чи. Я всю эту форму выучила. То есть для меня это было как бы, тем более в Америке, вот из деревни, я хочу вам сказать, даже в Москве мне было тяжело. В Москве мне было очень тяжело. И в большом городе, как и в Хьюстоне я жила, тоже было сначала, но настолько тяжело. И вот эти вещи, они мне помогли. И на самом деле, помимо этих вещей, еще классическая музыка. Потому что, как-то мы, я немножко отвлеклась, но я хочу сказать, потому что, ну выросли, мне 60 лет, и выросли мы с радио. По радио все время играли классическую музыку. То есть не было много очень другого. И мы как-то все это, я это не ценила, совершенно не ценила. Я не очень была даже так, другую музыку, которая была современная. Мне что-то было не очень до этого. Моя мама пела русские народные песни. Мне это нравилось. Я с ней пела, учила. Но вот за классическую музыку не очень. И когда приехала сюда, научилась водить машину, еду на работу на очень занятой дороге, включаю радио, ничего не хочу слышать. И когда нашла классическую музыку, я поняла, вот я уже чувствую себя хорошо. Как бы дома. И даже когда в России все это было, я говорю, что не ценила я это. Как-то это было как-то где-то вдалеке, это играет. А вот здесь, то есть вот это была какая-то первая вещь, которую я поняла, которая делает мне лучше. То есть я могу успокоиться, несмотря на то, что считается. Учиться на машине уже в возрасте и заезжать на дороге, на которые совершенно сумасшедшие. Но я хочу сказать, это в общем, конечно, надо очень сильно сосредотачиваться. И музыка мне очень помогла. А вот потом Тайчи. И вот я, когда я увидела вашу передачу, я посмотрела, как вы рекомендовали людям, что делать, и как они делали. Мне это очень напомнило Тайчи. И я сразу же все эти, значит, стала репетировать. Ну, я по простоте все делаю. Я говорю, что я совершенно начинающий. Я даже не слышала. Я это видео ваше, которое вы записали с Аланом, я его не сразу посмотрела, а я его позже. То есть это совсем недавно. То есть я так очень радуюсь, когда я об этом думаю. И в общем, я хочу тренироваться каждый день. Почему тренироваться, я не понял. А упражнениями вот этими, вот чтобы совершенно расслабляться и чтобы разрешать моим рукам, давать им указания. Вот это вот. По ключу вы имеете в виду? По ключу. Да, да. Просто простые вещи по ключу. Я, в общем-то, я посмотрела, там еще есть у вас очень много, как бы, ну, не знаю, сколько много, но я посмотрела два старые. Вы еще молодой совсем там показываете, учите людей. И я их несколько раз посмотрела. То есть я понимаю, что там это может быть сложнее и сложнее, но я, в общем-то, пока держусь по простоте, пока репетирую по простоте, пока у меня вот не появилось, у меня случилось, там что-то случилось, у меня не хочу вот идти. И я очень расстроилась. И у меня голова вообще не болит никогда. Я головной болью не страдаю. И у меня головная боль была два дня. То есть у вас что-то, стресс какой-то был, да? Да. И два дня голова болела, когда она обычно никогда не болит, да? Никогда не болит. Да. И я пыталась массажировать свою голову и массажировать, я пыталась все сделать маслами специальными на голове от головной боли. Ничего не помогало. И вот я тогда села, сделала несколько упражнений, просто с руками и с ключа вашего. А потом стало, почему-то я сижу, и мне почему-то захотелось вот так головой потихонечку делать. И я начала делать, и я смотрю, у меня где-то 30% боли меньше. Одно это уже было такое облегчение. И я вот так и сидела. Я просидела, наверное, где-то час ночью, делая немножко, отдыхая. И у меня все прошло и не вернулось. Вы знаете, как мне это приятно слышать, что, во-первых, вам стало лучше, во-вторых, что при использовании ключа. Мне это очень отрадно. Значит, мы не зря работаем, не зря даем советы, не зря создавался этот метод. Вот если этот метод ключ соединить с любым упражнением йоги, например, прежде сделать ключевые приемы, а потом упражнения, асаны там, любые дыхательные упражнения, то они проще даются, легче даются. Точно так же можно ключ соединять потому что там же блоки снимаются. Да. А когда блоки снимаются, спазма сосудов снимается, и голова поэтому перестала болеть. Угу. Все так. Да, вот это очень здорово. Вы знаете, я хочу вас поблагодарить, что когда я сделал выпуск, что у нас будет вебинар 9-го числа, 20 часов, и нам нет возможности изума платить из России, вы первые откликнулись, что вы готовы помочь. я вам очень благодарен. Конечно. Вы настоящий человек и настоящий йог. йога – это что такое? Я не йог, я только учусь быть йогом, но почему не помочь, когда есть возможность? Ну, это очень мило и очень трогательно. Мне, как говорится, мы же с одной родиной, из России, и поэтому приятно, приятно общаться с человеком в Штатах, которая и помнит Россию, из России взяла аутотренинг. Аутотренинг у нас тогда было в те годы, давно-давно, я еще был совсем молодой, у нас был аутотренинг, книжка, и про гипноз. Мы это единственное, что знали, больше ничего не знали, потому что странно закрыто было. И вот эти две, вот эти вот книжки такие были, я помню. А потом шквал книг, море книг, зарубежных и медитативные техники и другие техники. Вы знаете, у меня, я вот в детской больнице такое большое работал, проводил группу для медперсонала, чтобы они меньше уставали на работе. А им было очень трудно. В основном, я работал там, вот мне дали группу медсестер, которые приезжали из загорода. Во-первых, они с детьми работали, у них пресс такой сильный был, доехать на работу, не опознать. Во-вторых, дети. В-третьих, врачи, которые их начальники, они под эспрессом, у них большая усталость. И меня пригласили в эту большую больницу, это очень большая больница детская. И там, значит, я их обучал, эту группу медсестер, чтобы они меньше уставали на работе и как-то гармоничнее работали и с детьми, и с начальством со своим. Им очень это понравилось. Даже мы делали видео, несколько видео у меня тогда на этом стояло на Фейсбуке много таких радостных лиц, их некоторые медсесты. Это очень сложная работа. И там у меня был случай, когда в эту группу попала американка, потому что главврач этой больницы многопробельной детской, он был мой товарищ, и он профессор, он сам получал образование какое-то еще одно в Америке, и у него друзья были в Америке. И приехала оттуда дама, она была в этой группе как гость, в группе медсестер как гость. И когда я показал там один прием вращения, а потом человек останавливается, у него голова кружится, и он считает секунды, сколько ему восстановиться, а потом я ему показываю вариант, как быстрее восстановиться. Я опять предлагаю вращение, бешеное такое, немедленное такое, быстрое. и после вращения делать хлест сразу. И у них два-три раза время сокращается в восстановлении. Она говорит, такой прием я не знал, ни в йоге, нигде, ни в тайчи, нигде, нигде нету. Я сейчас приеду, я покажу мужу, мой муж и я, мы ведем группу йоги. И будем там показывать. Я говорю, ну привет, из-за России передайте, что мы такое упражнение придумали, когда можно быстро снимать головку хлестом. Ну я очень рад, что мы подружились, и я очень рад, что сейчас нам много комментов напишут, и вам, я призываю всех наших участников школы Человек будущего Homo Futurus поблагодарить нашу героиню, потому что она первая сразу отвлекнулась, оплатила от Zoom, чтобы мы провели вебинар. Такое отзывчивое сердце. Вот я вам очень благодарен. Я вам очень благодарен, и мы все желаем вам здоровья, счастья, чтобы у вас все было хорошо. Ну и в любое время пишите, у нас там есть и бесплатные ликбезы постоянно, и отдельные вебинары, пожалуйста. Я всегда готов вам чем-то помочь. Я смотрю, у вас вы столько помогаете людям, как же я могла вам не помочь. Спасибо. Я смотрю, вы столько помогаете людям, люди, это просто замечательно, что происходит на вашем канале. человек будущего Homo Futurus, мы все люди из разных стран мира создаем науку человечности. И там этот ключ является технологией для этого. Потому что если человек в стрессе, какой он человек? У него инстинкт выживания работает. А чтобы снять стресс, стать человеком, как раз мы даем технологию. Спасибо вам огромное. Я вам вам спасибо. Благодарен. До встречи. До встречи. До встречи. Всего хорошего. Так. Я сейчас найду кнопку, куда здесь нажимают. И, пожалуйста, друзья, пишите комменты. Да, пишите комментарии. Комменты. Так. Завершение. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...